Праздник Дня Женщин Весна – долгожданная пора не только благодаря удивительному природному пробуждению и прекрасной погоде. Многие из нас ждут ее наступления еще и потому, что именно это время года приносит вместе с собой один из самых любимых и популярных праздников. Его по-разному называют. Кто-то величает Международным женским днем, кто-то зовет Днем Женщин, кто-то исключительно в числовом варианте 8 марта. Однако суть от этого не меняется. И ежегодно в этот день женщины всего мира слышат и, надо признать, совершенно заслуженно миллионы комплиментов и пожеланий в свой адрес. На торжественном приеме, который в честь праздника был проведен в Брестском областном исполнительном комитете, побывала и наш корреспондент Анастасия Стропко. Много теплых и добрых слов в преддверии Международного женского дня прозвучало в адрес представительниц прекрасного пола на торжественном приеме в Брестском областном исполнительном комитете. Данная встреча традиционно венчает все проводимые в области официальные и неофициальные мероприятия, приуроченные к самому весеннему и самому женскому празднику – 8 марта. Сегодня поздравляю вас от имени Брестского областного исполнительного комитета с таким праздником. Я в первую очередь выражаю глубочайшую признательность за то, что вы живете и трудитесь именно на нашей Брестской земле. То, что воспитываете детей, то, что вносите весомый вклад в развитие социально-экономического комплекса Брещена. Ну и, конечно, за то, что вы наполняете нашу жизнь самыми-самыми добрыми человеческими чувствами. Сегодня женщины все чаще занимают ответственные посты и должности практически во всех сферах и отраслях народно-хозяйственного комплекса областей страны. Яркий пример тому – приглашенные на торжественный прием берестейки. Среди них и руководители колхозов, и председатели сельсоветов, и начальники отделов крупных предприятий, и успешные бизнес-вумен. Очень хорошо, что женщины сейчас занимают лидирующую позицию, потому что, как говорится, мужчина – голова, но женщина – шея. Но даже достигая успеха в профессии, которая изначально считалась исключительно мужской, а значит, требовала силы, стального характера и крепких нервов, перестельские женщины не перестают оставаться действительно представительницами прекрасной половины человечества, добрыми, отзывчивыми и нежными, прекрасными женами и матерями, настоящими хранительницами домашнего очага и уюта, воплощением душевной теплоты и щедрости. Доказательство тому – четыре ордена матери, которые были торжественно вручены женщинам, воспитывающим пятерых и более детей. Сейчас, в этот дополнительный для меня день, я понимаю, что я самая счастливая женщина во всем земном шаре, потому что я имею вместе с мужем пятерых детей, которые здоровы, счастливы. И женщина становится счастливой женщиной только тогда, когда понимает, что главное в ее жизни – это семья. Вы знаете, я так скажу, слава Богу, у меня есть помощь, у меня есть родители, у меня есть хороший, добролюбящий муж, и поэтому я справляюсь. И работа, и дети, и дети – это тоже моя помощь, и мне помогают. И поэтому, конечно, тяжело бывает, но все равно все получается хорошо. Тех женщин, которых сегодня поздравляли в областном исполнительном комитете, а в их лице и всех остальных брещанок, без сомнения, стоит чествовать не только в канун Международного женского дня. Беречь, защищать, быть им надежной опорой и защитой на протяжении всего года – вот задача для самых настоящих мужчин, которых, кстати и к счастью, на брещане немало. А значит, крепким семьям, в основе которых стоят настоящие мужчины и женщины, быть. А значит, быть и всему Бересейскому краю. Такая представительная встреча не только дань традициям. Это особый случай, когда мужчины выражают глубокую признательность дамам за их силу, за их самоотверженность и труд. Прекрасные представительницы Брещины могут покорить любые вершины, делают и будут делать все для того, чтобы дети росли в мире и достатке, чтобы любимые люди не знали трудностей, были мудры, умны и здоровы. А еще нужно больше делать добра. В этом убеждена героиня нашего следующего сюжета. Каждый день она словом и делом поддерживает тех, кто по-настоящему одинок и нуждается в простом человеческом внимании. Речь идет о Вере Сданович, социальном работнике Кобринского центра социального обслуживания населения. Накануне Международного женского дня наша съемочная группа отправилась в город Кобрин и узнала, как женщина с именем Вера несет окружающим любовь и надежду. Смотрите материал Виктории Драгобецкой. Каждое утро один и тот же маршрут. Каждое утро обязательно визит к человеку, который верит, надеется и ждет. Вот уже на протяжении восьми лет Вера Сданович заходит проведать одну из своих десяти подопечных. Евгении Федоровне 92. У нее нет родных и по состоянию здоровья пожилая женщина не может самостоятельно ходить. По графику социальный работник должен посещать бабушку три раза в неделю. Однако Вера Александровна навещает свою подопечную каждый день, часто по два раза. Это личное. Здесь не существует инструкции, говорит наша героиня. На вопрос, что привело ее в профессию, Вера Александровна ответила просто. Наверное, любовь к людям, особенно к престарелым. Они же, вот она одинока, у нее никого нет. И они нас принимают как самых близких людей. Вот она мне говорит, что мне тебя Господь послал. И это очень классно, здорово, что нуждаются вот такие люди в нас. Вот, ну не знаю, я люблю их всех. Доченька, они ее называют. Даже вот в благодарности это было написано моей доченьке, кто мама, кто доченька. Когда посещаю пенсионеров по контролю, спрашиваю, может быть, вам социального работника, другого. Они, да вы что, нет, нет, нет. От Веры Александровны мы никогда никуда не уйдем. Пусть она нас уже досмотрит до последних наших дней жизни. В моей работе все строится на доверии, говорит наша героиня. Пожилые люди наивные, словно дети. К ним только по-доброму и только с душой. Судя по тому, как о Вере Александровне отзываются ее коллеги-подопечные, она на свое месте. Впрочем, как и многие сотрудники Кобринского центра социального обслуживания населения. В беседе с директором учреждения Натальей Осиповой выяснилось, таких, как Вера Александровна, беззаветно преданных своей нелегкой, но и благородной миссии 134 человека, среди которых есть и мужчины. На их попечении около 800 пожилых людей со всего района, нуждающихся в помощи и поддержке. В этой профессии нет случайных людей. Дать ощущение нужности другому человеку может лишь тот, кто рожден для этого, убеждена Наталья Валентиновна. В первую очередь этот человек должен быть отзывчивым, понимать, что он отдает самого себя больше для подопечного, чем для самого себя. На сегодняшний день у нас работает в Брестской области более 2000 социальных работников. Социальными работниками занято полторы тысячи штатных единиц. То есть социальный работник у нас обслуживает на ставку 8-10 человек, проживающих в городе, и 5-8 человек, проживающих в сельской местности. Социальными работниками не могут работать случайные люди. Как правило, люди, которые имеют чувство сострадания, терпения, заботы, любви к ближнему, они только могут работать социальными работниками. Тех, кого судьба привела в эту профессию, как правило, не изменяют ей. В городе и в сельской местности социальные работники часто уходят не на другую службу, а на пенсию. Это относится и к героине нашего сюжета. Кстати, еще один факт биографии Веры Александровны говорит о том, что доброта у нее в крови. Она мама троих детей, сына и двух дочерей, одна из которых приемная, но такая родная. Родными она считает и всех тех людей, которым помогает. А потому и сегодня женщина с судьбоносным именем Вера продолжает нести окружающим надежду и любовь, как и положено человеку с большим сердцем. Думаю, не зря живу на этой земле, что приношу людям добро, и они чувствуют это. Со временем оно все становится на свои места, и ты понимаешь, что ты делаешь правильно. Понимаете, вот надо побольше делать добра, и добро тебе вернется потом в несколько раз. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Женщина, которая любит. Три простых слова, а какой глубокий смысл заключен в них. Наверное, поэтому свой юбилейный вечер Марина Житинева, известная брещаном артистка, солистка городского духового оркестра, счастливая супруга и мама, человек, который занимается благотворительностью и просто красивая дама, назвала именно так – женщина, которая любит. А мы, в свою очередь, добавили бы к этому столь глубокому названию свое – за полчаса до весны. Ведь юбилейный концерт Марины Житиневой прошел в Бресте именно в канун весны, в канун первого весеннего праздника. Итак, о женщине весне, о женщине, которая любит. Смотрите материал Ларисы Осмолович. Кажется, для этой очаровательной женщины нет ничего невозможного. Ее голос, такой чарующий, сильный, глубокий, завораживает и не отпускает. Но мало кто знает, что за легкостью исполнения стоит огромный труд. Многочасовые репетиции и прогоны, работа с оркестром, а еще это отбор репертуара, к которому Марина Николаевна относится весьма скрупулезно. Песни белорусских и российских авторов, украинские, польские, современные и народные. Умение околдовать публику легко не дается, откровенничает Марина. Но именно для своего зрителя поет. Ему посвящает свое творчество. Ведь она – женщина, которая любит. Программу вы назвали «Женщина, которая любит». Так кого же любит Марина Житинева? Ну, Марина Житинева любит в первую очередь людей. Любит свою семью, любит детей, любит то место, где она живет, где она родилась. Ну, в общем-то, любовь – слово такое всеобъемлющее. Вот поэтому вот такой фразой я и назвала свой концерт. Женщина, которая любит. Да. Женщина, которая любит. Любит свою. Главное, что она любит то, чем она занимается. Понимаете? Это очень важно. И она это искренне делает. Настоящая любовь. И везде, я сказал, успевает. Ее хватает и на семью, любви хватает. И на работу, на вокзале она там ее все знают. Ну, Марина, я бы сказал, что это вообще народные артисты. Бывают народные артисты, которым присваивают звание почетное, а бывают поистине народные, с которыми здороваются на улице, которые узнают. Которым говорят спасибо. Вот это как раз народная наша артистка. Зритель чувствует самоотдачу Марины Николаевны, и поклонники также дарят ей свою любовь. Наверное, поэтому и зал общественно-культурного центра был полон. А среди тех, кто пришел, не было незнакомцев, поскольку всех объединяло творчество Марины. Такое знакомое и такое родное, близкое, всем понятное. Ведь поет она о родине, о маме, о детях, о своей родной брестской земле, о любви и верности. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда-то я делала передачу, и я видела и знала, что она училась у прекрасного педагога Регины Казимировны Соколовской. И, в общем, она сгодилась на Брещене. И это счастье, что человек радует брещан, именно своих земляков. И пусть она еще много-много лет продолжает радовать нашу брестскую публику, наших брестских жителей. Она замечательный человек. Она, во-первых, очень активный человек, с активной жизненной позицией. Она член Брестского городского союза женщин. Она активно участвует в работе властной организации. Занимается благотворительностью. Ее концерты, прекрасные концерты, которые дают народу, в общем-то, тепло, добро. Ну и, помимо всего, она еще собирает денежки для больных деток. Действительно, жизнь Марины Житиневой – сплошной круговорот. Концерты, выступления, общественная деятельность, без которой сегодня, признается Марина, жизнь не представляет. Ведь, помогая людям, семьям детей, которые нуждаются в помощи и поддержке, она находит подпитку для себя. За добро добром воздастся. И Марина творит добро в меру своих сил и возможностей. В тесном взаимодействии с Натальей Ильницкой, директором общества с ограниченной ответственностью «Лагуна». Жизнь связала меня с такой замечательной женщиной, которая действительно еще дополнила мою творческую судьбу и придала мне больше возможностей. Какой-то придала мне, не знаю, дала возможность, конечно. Мы ездим кругом, мы помогаем санаториям, детским садам, больницам. Благотворительность и дает мне силы, потому что видишь благодарность людей и хочется еще что-то делать и делать бесконечно. Но вернемся к музыке. Марина пела с детства в музыкальной школе, в Брестском музучилище, на конкурсах различного масштаба и уровня. Пела и поет так, чтобы людям нравилось, чтобы после любого выступления в душе у зрителя была радость. Так учила мама, которая и привила любовь к музыке. К любви, к песне, к музыке. Ну, в первую очередь, к аккордеону я с этого начинала. И с любви, с которой все начинается, вот так все и продолжается. Ну, а большая сцена. Будем говорить, что вы уже народная артистка. Вас так называла Коваль. Спасибо. Ну, это громко, конечно, сказано. Вот главная народная любовь. Не главная народная артистка, а главная народная любовь. Я это чувствую, когда выхожу к зрителю, когда выхожу даже на самых маленьких площадках. Я это ощущаю. Ощущаю их глаза, их аплодисменты. И мне это тоже вот дает силы для дальнейшего творчества. Она молодец, что она идет вот в ногу со временем. У нее постоянно меняется репертуар. Это очень главная черта. Есть у нас такие артисты великие, которые выучил, например, пускай сто произведений. И он уже все застыл на этом деле. А вы видите, вот у нас уже второй творческий вечер с Мариной. Пять лет назад мы ей делали к 50-летию. Но сейчас совершенно изменился репертуар. Полностью меняется репертуар. И так вот каждый год она всегда ищет что-то новенькое, современное. Пытается идти в ногу со временем. Это очень важно. А еще весьма важно, на взгляд самой Марины Житиневой, уметь быть компромиссной и гибкой. Уметь показать свою силу, а кое-где и слабость. Ведь сила женщины в ее слабости, в отношениях с коллегами, по сцене. И у нашей героини это довольно хорошо получается. Ее уважают, ее ценят и ею восхищаются. Красивая, талантливая, добрая, честная, очень отзывчивая, откликающаяся на какие-то просьбы, участвующая во всех жизненных процессах нашего города. Поэтому очень приятно с ней дружить, общаться, встречаться на сцене. Тем более ее творческий вечер. Давно мы с ней работаем, дружим уже очень давно, с Мариной Николаевной. Она прекрасная коллега, замечательный друг. Вообще очень потрясающая женщина. Золотой голос нашего города, я так считаю, что великолепно поет. И самое главное, у нее есть душа. «Женщина, которая любит». Поразительно правильное название для юбилейного концерта Марины Житиневой. Потому что за каждой песней, за каждой нотой и особо подчеркивающим смысл исполнения жестом, любовь и уважение к тем, кто пришел на концерт, к своему зрителю и еще глубокое уважение. Живой звук под аккомпанемент оркестра и потрясающие песни, глубокие, сильные, открывающие душу и сердца каждого сидящего в зале. Марина Николаевна поет сердцем. Она поет свои песни, поет уже известные песни. И каждый раз восхищаешься. Восхищаешься вот этим светом, который идет от этой замечательной, красивой, талантливой женщины. Марина Николаевна, я хочу пожелать, чтобы у вас впереди были такие же долгие десятилетия вашего творчества. Мы вас искренне любим. Я сюда пришел, скорее всего, все-таки не как чиновник. Я пришел сюда как человек, как ваш поклонник. Удачи вам, здоровья. И пусть наши аплодисменты будут тому подтверждением, даже не после моих слов, а после ваших песен. Мама, папа и пять замечательных ребят. Такова простая арифметика семьи героини нашего следующего сюжета Марины Цундер. Эту милую, отзывчивую и очень талантливую девушку знают многие. Во-первых, не обратить внимание на ее красоту сложно. Во-вторых, эта самая красота в прошлом году принесла ей титул одной из самых очаровательных и артистичных студенток страны, что, безусловно, добавило очков в копилку популярности. Наша творческая группа тоже не смогла пройти мимо. Тем более, учитывая тот факт, что автор следующего сюжета, корреспондент Анастасия Стропко, с семьей Марины знакома не один год. В студенческие годы ей довелось грызть гранит науки со старшей сестрой девушки. А потому материал, который вы сейчас увидите, получился дружественно позитивным. Марина – второй ребенок в большой семье Владимира и Натальи Цундер. Сегодня, рассматривая семейные фотоальбомы, родители с некоторой долей грусти отмечают, что время и правда пролетело слишком уж быстро. Кажется, совсем недавно они отводили маленькую Марину в первый класс, и вот девушка уже выбирает наряд на университетский выпускной. И так со всеми их детьми, признаются родители. Вроде только вчера научились читать по слогам, а сегодня все реже приезжают домой. Учеба, работа, увлечение. Но Владимир и Наталья на это не сетуют. Наоборот, они с самого детства развивали в своих малышах самостоятельность и только приветствовали проявления характера и инициативы. Самое главное для меня, чтобы человек был свободным и хорошо себя чувствовал в любых ситуациях. Мы можем что-то посоветовать им, поговорить с ними, обсудить. Мы любим собираться всей семьей и обсуждать это все на кухне, но не запрещать. Может быть, именно такой демократичный подход и позволил им воспитать действительно творчески одаренных ребят, которые не боятся открывать все новые и новые жизненные страницы, переворачивая их с таким же интересом, как когда-то листы букваря. Жажда впечатлений привела в какой-то момент на конкурсные подмостки Марину. Сегодня на стене в детской красуется диплом успешного эксперимента конкурса «Королева весна». Я никогда не думала, никогда не представляла себе, что это меня ждет. Но жизнь сложилась так. Поэтому планировать, конечно, нужно. Нужно говорить, нужно произносить то, что ты хочешь, то, что ты ждешь, вселенная, чтобы услышала, чтобы кто угодно услышал это. Но все-таки это было, я говорю, очень неожиданно. И я рада, что все сложилось так, как оно сложилось. Неуемная энергия Марины позволяет ей развиваться сразу в нескольких направлениях одновременно. А потому, по признанию самой девушки, ей совсем несложно совмещать творческую составляющую жизни с учебой, которая в настоящий момент для нее в приоритете. Через несколько месяцев девушка станет квалифицированным менеджером-экономистом. Для меня учеба всегда не была просто учеба, она не ограничивалась. Для меня учеба – это плюс, какая-то деятельность общественная. Это волонтерский клуб, это студенческий совет, это конкурсы, мероприятия. И все это я делаю сама для себя. Поэтому я надеюсь, в дальнейшем моей жизни у меня не будет таких ограничений. Ограничения только работы, ограничения городом, ограничения кругом людей. Я надеюсь, что я в своей будущей жизни постоянно буду что-то находить новое, что-то генерировать, вот идеи какие-то, которые будут не только мне приносить удовольствие, но и другим людям. Ни близкие, ни друзья в том, что мечты и стремления девушки воплотятся в реальность, не сомневаются. Все они характеризуют Марину как человека, уверенно идущего к своей цели и не теряющего оптимизма и позитива при возникновении сложностей. Так как у меня три сестры, то в каждой я нахожу свои качества. Вот, например, Стефания, ну она еще ребенок, она беззаботная, там все время хочет поиграться. Юля, она вот больше, там, помогает в каких-то делах, там, куда-то отведет, там еще что-то. А Марина, ну она для меня, как опора, тоже всегда поможет, если надо что-то, если что-то надо, подскажет. Она добрая, красивая, умная, много друзей у нее, она хорошая. Марина на протяжении тех нескольких лет, что мы знакомы, проявила себя как настоящий товарищ, настоящий друг, умная, интеллигентная, красивая девушка, которая всегда во всех своих начинаниях идет до конца и всегда готова прийти навстречу. Говорить об этом так смело позволяет тот факт, что у этой на вид хрупкой девушки стальной характер и большие амбиции, а еще удивительная семья. Младшая сестричка Марины, девочка с редким именем Стефания, на мой почти риторический вопрос, как можно воспитать пятерых таких удивительных детей, шепотом ответила, просто у нас самые лучшие мама и папа. К этим словам, как говорится, просто нечего добавить. Весна – пора года, которая вдохновляет. С пробуждением природы от зимнего сна в душе каждого человека наступает радость и легкость, а потому хочется совершать новые открытия, постигать неизвестное, сочинять стихи, тем более, что и повод значимый – женский праздник 8 марта. К этому дню учителя и учащиеся Брестской школы изобразительных искусств подготовили для представительниц прекрасной половины «Свои сюрпризы» – выставки картин на весеннюю тематику. Чтобы порадовать дорогих женщин, они представили вниманию брещанок экспозиции под интригующими названиями «Тысяча и один портрет мамы», а также «Цветы для мамы». София Бережная расскажет о вернисажах подробнее. Прекрасному празднику 8 марта ученики Брестской детской школы изобразительных искусств готовились заранее. Чтобы приятно удивить и порадовать, они постарались написать на бумаге портреты дорогого и любимого человека – мамы. К делу каждый подошел основательно. Воспользовавшись гуашью, акварелью, мелками или тушью, ребята попытались максимально проявить свое творчество. И результат работы говорит сам за себя. Выполненные в разных техниках, каждая по-своему яркая и необычная. Работы даже лучше получились у маленьких. Они более непосредственные, они более открытые, и они не боялись работать ни цветом, ни линией. То есть и не в графике, и даже делали работу, даже как профессионалы, я бы сказала. Работы над портретами дети пытались максимально точно передать черты своей мамы. Кто-то сделал акцент на профессии и нарисовал ее в рабочей обстановке. Кто-то изобразил за любимым делом. Самые разные, но такие любимые своими детьми, женщины, предстали каждой в своем индивидуальном образе. Я попыталась передать все ее точные черты, больше, чтобы была похожа на нее. Ну, карандашом, простым карандашом, потому что я очень люблю ее с этой простым карандашом. Вообще все работы свои. Вот ты считаешь, что получилось? Ну да, считаю, что получилось. Я попыталась передать в рисунке всю свою любовь к маме. Хотела бы поздравить ее от всей души с 8 марта, чтобы она была такая же красивая, удачная и счастливая. Преподаватели Брестской школы изобразительных искусств также подготовили выставку к женскому дню. Темой их работ были весенние цветы. Ветки, распускающиеся сирени, романтичные лилии, яркие маки, изображенные на холстах, смогли передать красоту прекрасной поры, что позволило гостям выставки почувствовать весеннее настроение, ощутить приближение теплых дней. Праздничную атмосферу в преддверии 8 марта помогли создать и актеры творческого коллектива «Напротив», подготовившие увлекательную пантомиму. Яркое представление помогло брещанам отвлечься от суеты и забот, порадоваться наступлению весны. Конечно, меня вдохновила весна, потому что уже как бы, несмотря на то, что уже и закончилась зима, а нам уже хочется весны, и погода еще как бы не весенняя, и надумался с некити. Но мы все-таки уже ждем, чувствуем душой, что уже пришла весна. И, конечно, пишем цветы, потому что это самое первое, что мы встречаем весной. Зима закончилась. Зима такая у нас неуютная была в этом году, какая-то серая такая. И вот те цвета, те краски, которые здесь женщину видят, я надеюсь и думаю, и уверена, что все-таки их вдохновит, как бабочки, быстрее, покрасивее стать и выпорхнуть на улице нашего Бреста. Преподаватели и ученики детской школы изобразительного искусства каждый год стараются порадовать брещан своими работами в преддверии прекрасного праздника. И на этот раз им это удалось. Портреты мам, а также весенние цветы не оставили равнодушными брестскую публику. Гости экспозиции по достоинству ценили творчество талантливых художников, как начинающих, так и профессионалов. А те, в свою очередь, получили удовольствие от любимого занятия. Поздравить любимых мам с наступающим праздником решили и воспитанники детского развивающего центра «Аленка». В преддверии Международного женского дня в торговом центре галерея «Грант» открылась совместная выставка работ юных художников и их талантливого руководителя Алены Парабкович. А также для тех, кто еще не подготовил подарок близким и любимым дамам, прошел мастер-класс по изготовлению памятных сувениров. О ярких моментах праздничного мероприятия подробнее расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Творческий вернисаж юных мастеров кисти развивающего центра «Аленка» заработал в торговом центре галереи «Грант» в преддверии Международного женского дня. Главной темой работ художников стали яркие и очень сочные фрукты, которые еще больше напоминают о теплой весне и греют воспоминаниями о жарком лете. К экспозиции маленькие таланты готовились заранее. Как оказалось, работа предстояла нелегкая. Сложности вообще были, но я преодолевала, особенно когда надо было вырисовывать каждый кружочек на малинке. Это же не смородина там какая-нибудь, это именно малина, в которой в одной ягоде ягод 30, наверное. Вместе с работами воспитанников на вернисаже представлены и работы их наставника, педагога, а по совместительству и руководителя развивающего центра. Алена Поробкович по возможности старается принимать участие в выставках вместе со своими учениками. По ее мнению, именно так вместе развивают свое творчество и свое мастерство ее маленькие таланты. А глядя на их стремление, и Алена старается не отставать, а потому постоянно учится и вдохновляется энтузиазмом мальчишек и девчонок центра. Я вообще, можно так сказать, себя уже не отделяю от Аленки, от детей, потому что у меня очень много мыслей рождаются, которые сразу одновременно связаны и со мной, и с моими ребятами. И с одной стороны они меня вдохновляют, потом я что-то делаю своим результатом визуальным, показываю им, их это тоже вдохновляет, они это переносят к себе в работу, и у них получается. Ярким продолжением предпраздничного цикла мероприятий стал мастер-класс по созданию сувенира для любимых мам, бабушек и сестричек. Совместное творчество родителей и воспитанников центра Аленка дало свои плоды. Как итог, большое количество таких разных и таких ярких работ, которые обязательно порадуют любимых мам. Отойдя от привычных новостных стандартов, мы постарались подготовить выпуск, в котором речь идет лишь о представительницах прекрасного пола, о женщинах во всех ее проявлениях. Ведь чтобы понять женщин, надо стать женщиной, а если ей стать невозможно, то остается только принять женщин такими, какие они есть, полными загадок и милого очарования в своей индивидуальности. Ведь женщина бесценна, высокое предназначение дано и на земле. Она заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту. Она растит детей, согревая теплом и заботой мужчин. Будьте всегда счастливы, любимы и прекрасны. С днем 8 марта! Праздничный выпуск провела Виктория Саченко. С праздником!